Ловкость рук И никакого мошенничества В Минске прошел фестиваль иллюзионного искусства Что съесть на завтрак? Готовим вместе с шеф-поваром Мода и стиль Недетские игры побывали на Kids Fashion Day Недетский взгляд Новое эксклюзивное интервью Не знаешь, чем заняться? Лучшее событие предстоящей недели в рубрике Афиша По традиции нашу программу открывает рубрика Репортер На этой неделе наш корреспондент Валерия Вороненок Отправилась на второй фестиваль иллюзионного искусства Чем удивляли волшебники и маги Узнаем прямо сейчас Удивительное рядом Иллюзионисты более чем из 10 стран Приехали на несколько дней в Минск Многолетняя история волшебного мира звучит из уст 50 магов Так что скрывает удивительный мир магии Разгадать секрет трюков люди пытались на протяжении многих веков Еще до нашей эры древние греки и римляне Восхищались мастерством ловкачей Был у так называемых колдунов и непростой период В средневековье бедняк карали смертью Но жизнь показала Ничто не способно искоренить волшебство Тому подтверждение это событие Люди приехали со всего мира Америки, Западной Европы, России Кристиан Бизау Пожаловал в Минск из Румынии Я занимаюсь этим последние 9 лет Начал еще в колледже И мне очень понравилось Сейчас я профессиональный иллюзионист А этот юный трюкач практикуется уже 6 лет Хотя, признается Александр Тайна мира магии начала интересовать его еще в детстве Какой для вас самый сложный фокус? Сложный фокус? Вообще, я любитель манипуляций Люблю манипуляции, допустим, с монетками Манипуляции считаются одним из самых сложных трюков Потому что здесь нужны именно годы тренировок, кстати Прошу прощения, насморк На, кстати, можешь посмотреть монетку? Держи Она, кстати, вот здесь Еще Еще Берем монеточку Можешь взять меня за запястье? Да, да Прямо вот так И Не знаю, как она туда попала Здесь каждому есть чему друг у друга поучиться У всех волшебников серьезный опыт за плечами, но Здесь есть место и для новичков Вот, например, меня магии научили всего за несколько минут Московский элезионист Юрий Сергеенко Сейчас фокусник работает в Российском государственном цирке И в плотном графике артиста нашел-таки окошко для визита в белорусскую столицу Ничего страшного, ничего страшного Вот Артисты приехали в Минск на три дня За это время они посетили обучающие семинары, а также поучаствовали в конкурсе В конкурсе четыре номинации, расскажите подробнее о каждой Ну если в двух словах, у нас есть номинация сценическая магия Где представлены крупные фокусы, которые хорошо смотрятся со сцены на большой зал У нас есть комическая магия, просто смешной жанр, где важно шутить и быть прикольным У нас есть также ментальная магия, где люди, артисты читают мысли людей Угадывают, о чем они думают И также у нас есть микромагия, то есть это фокусы с мелкими предметами на кончиках пальцев, которые показывают близкой аудитории Фестиваль магии в нашей столице провели уже во второй раз География стран-участниц расширяется И в следующем году, надеются организаторы, Минск еще больше наполнится волшебством Вареники, штрудель, сэндвичи, что только не готовили корреспонденты нашей рубрики MasterChef Kids На этот раз Платон, Арина и опытный повар покажут вам рецепт вкусного десерта Смотрим! Итак, дорогие друзья, здравствуйте! У нас сегодня программа «Недетские игры» И у нас сегодня в гостях Платон, Арина и Никончик Евгений Мы вас приветствуем в кафе-гараж Они нам предоставили сегодня площадку И мы сегодня будем готовить У нас раннее-раннее утро И пока вы еще все спали Мы будем творить искусство Значит так, что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить блюдо лебедей Это такой десерт Любишь сладкое? Да Давай-ка пять, еще громче Да! Так, что у нас для этого понадобится? Стакан воды Есть, да? Стакан муки 100 грамм сливочного масла 4 яйца Соль И для соуса далее мы пройдем На самом деле мы для наших телезрителей потом дадим рецепт, правильно? Да Ну нам же не жалко? Нет Так, поехали Значит, что нам понадобится? Есть Ситца, да? Сюда мы кладем масло Давай Половиночку отрезай 100 грамм Держи вот тебе ножик Да Платошечка Заливай воду Прямо сюда Не жалею Вот так Смелее, смелее Есть Все, стаканчик убирай Так Что, готовы начинать? Давайте одеваем перчаточки Так, ну что? Давай, готовы? Поклопали ладошками Есть Оришка? Есть, все, супер Значит так, водичка, мука Закладываем масло Да Аккуратненько Прямо полпачечки 100 грамм масла Есть Здорово Все Чуть-чуть соли Щепоточку такую хорошую, полноценную Еще Да Еще, еще Супер Здорово Ставим на плиту Плато, смотришь внимательно? Потом радиусы дома расскажешь Включаем Есть И начинаем помешивать Все Теперь давай потихонечку муку закладываем Давай, да По чуть-чуть Тихо-тихо-тихо Давай еще Да Пошли к платону Смотрим, покажем Платон, смотри Все абсолютно просто Завариваем тесто Смотришь, да? Так И давай, Аришка, последнее Что там осталось? Засыпай Все, здорово Теперь мы будем делать с вами крем Что нам для этого понадобится? Берем молоко Вливаем Аришка, смотришь внимательно, да? Тесто наше остывает Да, вливаем Вот так Хорошо Все Ставим Теперь сахар Весь Стакан молока Стакан Сахара Все это дело Вот сюда В сотейничек Правильно? Да Яйцо Да, закладываем яйцо Одну ложку муки Бери, можешь прямо смелее брать Смелее, смелее, смелее Да И еще, наверное, чуть-чуть Да Одну столовую ложку муки Все Получается у нас вот такое Полноценное Крем Крем Совершенно верно Теперь, с твоего позволения Я отойду к Арене Ариночка, все то же самое Смотри, берем Так Включаем Не нужно делать очень большой огонь Потому что он начнет пригорать Шеф, а сколько по времени готовится этот крем? Ну, здесь уже нужно смотреть, чтобы он загустел То есть, чтобы вы понимали Сахар для чего используется Во-первых, он сладкий Во-вторых, сахар Он имеет свойство карамелизоваться То есть, он загущается Он начинает подкипать 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 И он становится полноценно густым То есть, видите, да? Смотрите, пока Оно вот жидкое вот такое Сейчас оно будет становиться все гуще 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 Вот так Ариночка, перемешай потихонечку Пока Ариночка мешает У нас есть тесто И цедра лимона Я ее заранее подготовил Уже натер И наша задача только высыпать Супер У нас есть 4 яйца Я тоже уже подготовил Все вбил Нам осталось только все это дело вместить Сейчас он еще чуть-чуть остынет Значит, друзья, внимание Здесь очень важно, чтобы наше тесто немножко остыло Потому что если мы сразу же зальем яйцо в горячее тесто Оно загустеет, правильно? Да Ну, как на сковородку Ну что, Платон, готов? Да Давай Выливаем Да И хорошенечко вымешиваем Туловище у нас готово Это готово Крем готов И идем запекать, да? Да Все, пошли Что у нас получилось? Так Все здорово Отлично Крем Есть Есть Все есть, да? И начинается самое-самое интересное Шеф, мы делаем сегодня лебедей Да, совершенно верно Лебедей Смотрите, вот у нас уже готовы наши булочки У нас готов крем У нас все полноценно готово Да? Да Платон, слушай, как ты думаешь, из какой страны эти лебеди прилетели? Беларусь Из Беларуси лебеди прилетели Шеф, а что мы сейчас будем делать? Смотрите, сейчас все абсолютно просто Мы срезаем верхушечку приблизительно вот таким форматом Так Срезаем Угу Есть Да И будем накладывать сюда крем Теперь у нас есть шоколад Взбитые сливки Одно из самых, так сказать, любимых детских вещей И у нас есть еще мята На самом деле, дорогие телезрители, здесь не важно, чем уже украшать Все абсолютно по вкусу Так, ну что, друзья, давайте теперь покажем нашим телезрителям, что у нас получилось Что мы сегодня готовили? Лебедей 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 Поэтому, друзья, доброго вам утра С вами сегодня были Латон Седов Паречина Арина Никончик Евгений И мы все участвовали в передаче Недедские игры Что будет модно в сезоне весна-лето 2019? Как подобрать детям гармоничный образ для любого повода? Ответы ищите в нашей следующей рубрике «Хочу все знать» Через несколько минут стартует первое поводу «Хочу все знать» Показ 17-й белорусской недели моды Главное событие страны «Фашин инстри» открывают дети Мне уже не терпится посмотреть коллекции 18 брендов детской одежды, обуви и аксессуаров И несколько сотен юных моделей Все это «Кидс Фэшн Дэй» Независимое профессиональное мероприятие Каждый год оно проходит в рамках белорусской недели моды Помните, в прошлой программе я обещала вам сюрприз? Так вот, на «Кидс Фэшн Дэй» я выступала не только в качестве корреспондента Но еще и как модель На мне крутое платье от российского бренда детской дизайнерской одежды «Стиняшка» Я в нем как принцесса Основа капсульной коллекции Blue Jasmine классические силуэты Мини-платье в стиле 60-х Бальные наряды с пышными жифоновыми юбками Изящно гармонируют с пайетками и вышивкой Есть коллекция Military Она еще более серьезно настроена на более взрослых детей Тоже очень много блеска в ней И черных тонов, молний золотых Еще есть коллекция для самых маленьких котятки Миленькие-миленькие котятки Со всеми шикарными принтами на пальто, на юбочках, на платьишках Не забыли дизайнеры уделить внимание и школьной форме Ведь на уроках тоже хочется выглядеть стильно Создавая каждый образ, кутерье стремятся учесть нюансы школьной жизни и непоседливый характер учеников А значит, сарафаны, рубашки и пиджаки должны в первую очередь быть комфортными Какие у вас оттенки цветов в основном используются? В данной коллекции мы очень, наверное, много использовали черный цвет Также красный цвет, это, безусловно, самый трендовый цвет сезона в детской моде Оттенки нюдовые, розового цвета, такие зефирные Много мерцающих тканей, которые черный цвет оттеняют Фиория красок, нежная романтичность, немного винтажности и классики Как всегда, белорусские дизайнеры превзошли все самые смелые ожидания Юные модели остались в восторге Тебе нравится твое платье? Да, мне очень нравится мое платье, потому что оно пышное и красивое, но с пайетками И из-за этого мне оно очень нравится У тебя такой более повседневный образ, куда бы ты в нем пошла? В нем бы я лучше выбрала пойти либо в кино, либо в какое-нибудь кафе с родителями или с друзьями Расскажи мне о твоем образе, он тебе понравился? Конечно, очень нравился это платье от Бил Бимба, но очень такое, можно и на улицу одеть, и на вечеринку какую-нибудь В общем, очень такая практичная одежда, можно куда хочешь ее одевать Куда бы вы пошли в этой одежде? Ну я бы пошла на вечеринку или погулять в кафе Я прогуляться может по парку или на дискотеку Перед выходом на подиум над образами моделей колдуют визажисты и парикмахеры А поскольку Kids Fashion Day это 8 часов почти непрерывного дефиле, подготовить маленьких модников по силу только настоящим профессионалам Стилисты на бэкстейже пока заработают невероятно быстро, но при этом аккуратно Как вы думаете, какой образ лучшей модели? Вы знаете, каждый образ определяется дизайнером, потому что дизайнер диктует ту или иную кишку Это может быть модель у маски, это модель может быть обтесшей краской, это может быть модель без лица Где должен быть на первый план почти только одежда, вот допустим у тебя яркое платье И не хочется выделять макияжем твое лицо, потому что оно и так огнем горит И поэтому ты должен быть более нейтральной в этом плане По традиции дизайнеры работают на перспективах, год подходит к концу А значит самое время узнать о профессионалах, что же будет модно весной и летом 2019-го Детская мода, она является последовательным за модой, которая представлена в коллекциях женской и мужской одежды Поэтому мальчики похожи на своих родителей в одежде, в трендах, девочки похожи на женщины своих мам Все, что относится к моде лета 2019 года, это sustainable fashion, это ответственная мода Значит это экологичность, это близость к природе и это конечно же цвета, яркие цвета следующего года Это желтый цвет, горчичный цвет, также белый, черный, красный и лиловый Что ж, мы обязательно прислушаемся к советам настоящих профессионалов Спасибо белорусской неделе моды за классные показы Каждую неделю наши любопытные журналисты наведываются в гости к белорусским звездам эстрады, спорта и шоу-бизнеса И без стеснения задают самые откровенные вопросы Очередное интервью ждет вас прямо сейчас, смотрите Здравствуйте, сейчас мы находимся в гостях у белорусского певца Валерия Дайнека Здравствуйте Здравствуйте Вы родились в семье музыкантов и заниматься музыкой было логическое решение Напомните ли вы тот момент, когда выбрали для себя именно этот путь? Этот момент, конечно, я, наверное, совсем помню Я только знаю, что в те времена, когда мы жили и учились, и даже в музыкальной школе Все дети хотели стать космонавтом, потому что у нас были совсем маленькими И когда полетел в космос Гагарин, почему-то все дети решили, что они будут космонавтом Ну, конечно, конечно же, это шутка Когда мы учились уже в школе, а когда совсем маленькие были, ну, очень логично, конечно Отец музыкант, мама просто с прекрасным музыкальным слухом Брат уже музыкант, который играет, который играл на фортепиано Ну, и, естественно, совершенно логично для родителей Логично было второго сына тоже отдать в музыку Поэтому кто нас спрашивал? Нас никто не спрашивал Спасибо Пожалуйста А расскажите побольше о своем детстве Чем вы занимались? Что играли там? Что играл там? В карты? Хорошо вы учились? В детстве, конечно, не могу сказать хорошо Да, старался, конечно, хорошо учиться Но учился так, так вот Ну, на уровне хорошо и может быть чуть хуже Я знаю, вам не удалось поступить в консерваторию А из-за чего? Из-за истории, которую я не очень любил в то время Сейчас я, конечно, интересуюсь историей А тогда вот как-то не очень Мы в основном на музыку нажимали И музыкальные предметы я сдал отлично А вот по истории получил двойку А чем вы сейчас занимаетесь? Учу историю Музыкой занимаюсь Тем, чем занимался в детстве Своим любимым делом А какая музыка вам нравится? Вся Вот вообще любая музыка Ну, кроме того, что мы в школе учили, конечно, там Классическую музыку И занимались классической музыкой Я на скрипке занимался, потом перешел на альт У нас еще было общее фортепиано и хор А есть ли сегодня на белорусской сцене ваши любимые певцы? На белорусском телевидении я иногда вижу своих любимых певцов, которые поют, а не чернокожие в основном все На белорусской сцене, конечно же, есть Любимых, наверное, нет Ну, просто так не бывает Просто Ну, которым я вот симпатизирую А кто именно вам нравится? Ну, вот скажу тебе Инна Афанасьева, допустим Я вот с ней Даже у меня дуэты есть Искуя Балян мне очень нравится Мне нравятся молодые ребята, которые вот проходят Даже не проходят иногда там на Евровидении Жалко, что потом дальше о них мы мало слышим Как вы относитесь к рэпу или электронной музыке? К рэпу и электронной музыке я не отношусь Лыжу к джазу, к джаз-року Или к такой хорошей классической папсе Очень, очень хорошо отношусь Рэп, ну, как бы я спокоен То есть меня это не волнует А можете назвать самую необычную страну, в которой вы выступали? Ну, такая страна не одна Есть такая страна Бирма Очень, очень, очень интересная В Индии очень, очень было интересно Животный мир и вообще люди интересные Вообще там и обычаи потрясающие совершенно Когда я оказалась у вас дома, я увидела большое количество котиков Есть такое, есть, ну и что? А откуда они у вас так? А откуда? В магазине купил Нет, ну, понятно Понятно, что котики не только куплены в магазине Очень много подарков Мы узнали, что существуют знаки зодиака Что каждый год он имеет свое какое-то значение И каждый месяц тоже Да, каждый месяц тоже И поэтому вот я узнал, что я кот А узнал, как-то мне подарили кота какого-то И сказали, вот ты родился в год кота Как? Я в год кота и кролика, да, оказывается И мне стали дарить котов Их стало так много, что я решил, что мне надо их собирать Валерий Сергеевич, какие ваши цели и планы на будущее? Цели особых таких не стоит Может быть, что касается вот каких-то наших поездок Есть просто такие места, в которых я еще не бывал Хотел бы побывать, допустим Слетать как-то в Австралию, может быть, в Японию Вот это две Два таких места, где мне очень бы хотелось побывать Спасибо вам за интересное интервью Пожалуйста Сегодня недетские игры были в гостях у Валерия Дайнека Всем пока Друзья, мне кажется, что воскресенье – отличный день Чтобы строить планы на предстоящую неделю Специально для вас София Ситник сделала подборку самых интересных событий И спешит поделиться ею с вами Приветики! Как настроение? Готовы заглянуть в нашу афишу? Тогда внимание на экран! Сначала предлагаю сходить в кино На этой неделе в Минске покажут детский фильм Ужастики 2. Беспокойный Хэллоуин В заброшенном доме парочка ребят находит странную книгу Друзья быстро понимают, почему ее спрятали подальше от всех Когда небольшой городок заполняют монстры разной степени ужасности Только книга может все исправить Идемте А эта кинолента была создана в Индии Макс и Мелоди – дети путешественников Когда их отец не возвращается из экспедиции Они отправляются по его следам За компанию идут профессор Шонку и его домашний робот Эви Эту компанию впереди ждет рискованное приключение Какое именно? Смотрите на край света в поисках единорога и все узнаете сами Следующий пункт в меню афиши – международная выставка Baby Expo Дегустации, модные показы детской одежды, игрушки, товары для мам, а также мастер-шоу, развлечения и игры Большой праздник для всей семьи распахнет свои двери в столичном дворце спорта 15 ноября А сейчас потрясающая новость для любителей необычных фото В центре Минска открылся первый селфи-парк Который погружает посетителей в мир гигантских сладостей и сказочных существ Хочешь яркий снимок для соцсетей? Тогда бегом на революционную 30! Внимание! Мы объявляем кастинг телеведущих Тебе от 7 до 15 лет? Ты яркий, харизматичный и хочешь работать в кадре? Тогда приходи в Дом Москвы 18 ноября Отбирать лучших телепроектные детские игры Мы будем с 13.00 до 6 часов вечера Подробная информация у организаторов Что ж, и это еще не все Больше интересных событий предстоящей недели Вы можете узнать на портале о городской жизни Relax.by Ну вот и все Наша программа подошла к концу Впереди у нашей команды еще целых 7 дней Чтобы подготовиться к очередной встрече с вами Увидимся в следующее воскресенье А пока вы можете следить за нами в социальных сетях Подписывайтесь на наши аккаунты в Инстаграм и Фейсбук Следите за нашими выпусками на нашем сайте Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...